Ретроградный Марс. Поговорим о нем. В астрологии планета Марс имеет огромное влияние на происходящее не только в глобальных масштабах, но и на каждого человека отдельно. Ключевые слова для определения марсианского принципа в гороскопе таковы. Это действия, борьба, импульс, рывок, отвага, бесстрашие, влечение, воинственность, агрессивность, самоутверждение, сила, инициатива, усилие, боль, огонь, пожар, ссора, энергия, металл, оружие. В период, когда находится Марс в ретроградном движении, просто необходимо внимательно распределять свои силы. Ретроградный Марс дает неумение оценивать энергетическое состояние. У многих начинает расти раздражение, агрессия, а у других наступает полный паралич в своих собственных делах. То есть тут две крайности. Если кто-то способен, словно электровеник, нести все, что есть, то вторые будут, словно амебы. Казалось бы, хочется проявить активность, но нет сил. У человека просто-напросто нет и желания, и сил одновременно. А вот когда лучше сохранить покой и безмятежность, включается некий режим турбо. Результаты в том и в другом случае хорошо, если нулевой, а вообще отрицательный. Но что же желательно избегать во время ретроградного Марса? Это любое хирургическое вмешательство без острой необходимости. Просто посоветуйтесь с врачом. Возможно, вашему здоровью не будет нанесен вред, если операция состоится немного позже. Также не рекомендуют покупки автомобилей или других бытовых приборов. Покупки или продажи жилья. Нежелательно начинать любые судебные иски. И по возможности избегайте крупных споров и конфликтов. Ведь расхлебывать последствия этого всего потом можно будет годами. И в завершение немного интересных фактов. Красная планета Марс названа Марсом в честь римского бога войны. В честь Марса римляне возвели в своем городе несколько храмов и святилищ. Древнейший из них стоял на Марсовом поле, где проходили военные учения. Народные собрания, на которых в давние времена решался вопрос об объявлении войны, очень древним считалось и святилище Марса на форуме. Отправляясь на войну, каждый полководец приходил в святилище. Потрясал счетами Марса, просил у бога помощи и обещал ему часть военной добычи. Самый великолепный храм был посвящен императорам Августа Марсу-мстителю в память о возмездии погибшим убить его приемного отца Юлия Цезаря. Марс – самый известный и все еще живой символ войны. И это все длится из древнейших времен мифологии. И в астрологию эта планета вошла, как кровавая. А с вами была Юлия Жукова. А с вами был Игорь Негода.